Доброе утро! Продолжает вещание. Я с большим удовольствием приветствую всех зрителей. Давайте узнаем о погоде на сегодня. Местами минус 2, минус 7 градусов. На дорогах местами гололедица. В Черкесске небольшие осадки. Мокрый снег и дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 7, минус 9. Днем плюс 3, плюс 5 градусов. Ночью на дорогах гололедица. 111 дней до Дня Победы. В Черкесске на мини-Арбате накануне запустили часы обратного отсчета. Участниками торжественной акции стали представители мэрии Черкеска, учащиеся и учителя общеобразовательных учреждений республиканской столицы и горожане. Они вспомнили страшные годы в истории нашей страны и не вернувшихся земляков с Великой Отечественной войны. Место для запуска часов обратного отсчета до Дня Победы выбрали не случайно. Именно в этот день, 17 января 1943 года, бойцы 535-го гвардейского стрелкового полка водрузили красный флаг на здание главпочтамта. И несмотря на то, что погода была снежная и морозная, люди радовались столь важному дню. Также представители городского совета ветеранов, воспитанники Центра военно-патриотического воспитания молодежи, члены штаба поста номер один городского поискового отряда «Подвиг школ города» приняли участие в акции «Дорогами освободителей города Черкеска». В этот день был организованный патриотический концерт с участием творческих коллективов Дворца детского творчества имени Юрия Гагарина. Сегодня у нас проходит митинг на вечном огне с детьми и сотрудниками Центра военно-патриотического воспитания. У нас это мероприятие проходит каждый год, и мы надеемся, что нашим детям, которым мы это все показываем, и даем понять о том, что никогда даты такие нельзя забывать. И, конечно, у них дальше продолжится, они еще спустятся на Кубань, там у них тоже будет мероприятие, они будут пробовать кашу военную. Поэтому, я думаю, для детей, те, которые сегодня участвуют в этом мероприятии, это будет очень памятная дата. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, прошлый год был очень насыщенным и плодотворным для нашего сегодняшнего гостя. Он стал финалистом всероссийского конкурса «Большая перемена», побывав в Международном детском центре «Артек», а также принял участие в общеобразовательной программе «Сириус» в направлении «Литературное творчество. Поэзия». Зовут юного общественного активиста Владислав Бабич. Он учащийся 10 класса школы поселка Кавказский. И в эти минуты в нашей студии Владислав расскажет моей соведущей Белле Джозаевой о том, как прошли эти мероприятия и каким видит свое будущее предназначение. Доброе утро всем! Доброе утро, Владислав! Здравствуйте! Я рада тебя видеть вновь у нас в гостях. Я хочу сказать нашим зрителям о том, что ты парень такой очень активный. Ты учишься в 10 классе в поселке Кавказский в 10 классе. Что я хочу сказать? Ты не просто спортсмен, ты не просто активист школьного движения, российское движение школьников. Ты постоянный участник различных мероприятий не только у нас в республике, но и всероссийских мероприятий. То есть в школе твоей есть чем гордиться. Есть кем гордиться, вернее. Вот буквально конец прошлого года был очень плодотворным для тебя. Я знаю, что ты был в Артеке, международный молодежный центр, где ты принимал участие в финале конкурса. Финал конкурса «Большая перемена». Напомни, пожалуйста, что это за конкурс, что ты там делал, что вообще за финал и как ты прошел отбор? Сам конкурс «Большая перемена» – это всероссийский конкурс, направленный на реализацию проектов, на выявление лидеров, на то, чтобы дети смогли найти свои истинные качества, как-то свой путь найти. И там в этом конкурсе множество направлений, их 12. И поучаствовав в первом сезоне, став победителем, я загорелся желанием в этом году тоже принять участие. Точно так же этот конкурс длился, получается, с марта месяца по ноябрь. Было 6 этапов, 7 этапов, из них 5 этапов – это заочно, и остальные 2 – полуфинал и финал – очно. Дойдя до полуфинала, сам полуфинал у нас был уже в Всероссийском детском центре «Смена». Мы также создавали свои проекты, объединялись в команды, получили новые знания, новый опыт. И уже после, когда я узнал баллы свои, я понял, что отправляюсь на финал в «Артек». На самом деле в этом году финал «Большой перемены» отличался от прошлого сезона. Дело в том, что появились новые люди, многих я знал, многие там добавились. Все так же нас объединяли в команды со всей России. В этом году так получилось, что я участвовал, был в команде с ребятами из Москвы, из Подмосковья. Очень хорошие. Мы делали также проекты, которые помогли бы в будущем России. И так я стал финалистом конкурса. Но я представляю, какие у тебя впечатления, ведь ты остался еще на смену, да, на 2 недели? Да, все верно. Было очень радостно. Дело в том, что «Большая перемена» – это сам финал уже, какие эмоции. Еще нам в подарок, так сказать, дали 2 недели уже обычного отдыха в «Артеке». Но хочу сказать, что это была не такая смена, как обычно. Ведь бывает такое, что дети, которые хотели победить, не победили. Каждый между собой был конкурентом. И в связи с этим не было такой сплоченности. Вот в этот раз? Да, в этот раз такой сплоченности не было. Но, тем не менее, у тебя же появились друзья? Конечно. Даже появились друзья с Магаданской области. Там очень хорошие ребята. А вот под самый конец года, прямо перед самым Новым годом, там числа 28-29, ты приехал тоже с одного хорошего мероприятия. Это «Сириус» образовательная программа. У тебя литературное направление поэзии, насколько я понимаю. Ты читал свои стихи. Что вы там делали? Расскажи про этот проект тоже. Сам образовательный центр «Сириус» – это уже такое масштабное для меня понятие. Я долго пытался туда попасть. Мы подавали с мамой на разные направления – математика, химия, физика. Но так получилось, что не попадал. И вот совсем недавно относительно, мне пришло одобрение, что я попал на декабрьскую программу «Литературное творчество поэзии». Куда я и отправился. Сама программа была просто насыщенная. Мне понравилось литературное направление, потому что у нас были и семинары, и какие-то конкурсы, соревнования. Мы создавали павильоны, лекции, интенсивы. И главным нашим заданием было написание своих стихов, написание критических откликов, написание текстов, написание рассказов, написание отзывов на чужие стихи. И все это мне безумно нравилось. И так я понял, что что-то есть в этом мое. Ведь, приходя в номер уже в 11 часов ночи, нет, чтобы лечь спать, мы садились, писали стихи, загружали все. Я впервые узнал, что такое дедлайны, и что они очень важны. Ну, почему-то я думала, что ты не гуманитарий, чистый технарь, и я не знала, что ты пишешь стихи. Это первый опыт? Ну, честно сказать, стихами я увлекаюсь, мне очень нравится читать. Но написание именно своих стихов довольно новое для меня. Я писал раньше, но не так усердно, не так именно направленно. Ну, говорят, талантливый человек талантлив во всем. Это вот, наверное, про тебя все-таки. Если говорить о будущем, что это будет? Математика? Довольно-таки для меня серьезное понятие. С каждым разом я стал понимать, что чем больше я участвую, чем больше я узнаю что-то новое, тем больше я понимаю, что хочу связать жизнь с общественной деятельностью. Мне очень нравится общение с людьми, мне нравится делать что-то для людей. И поэтому я сейчас размышляю над своей будущей профессией. Но одно я точно могу сказать, что это будет работа с людьми. Знаешь, вот эти твои успехи, мне кажется, это заслуга твоей мамы. Она как паровоз, все время тебя куда-то двигает, куда-то тебя везет, с кем-то общается. Наверное, она какой-то идеал для тебя. Да, огромное спасибо хочется передать моей маме, потому что действительно, она как двигатель, двигатель она именно направляет, она именно дает толчок на будущее. Ведь без нее, наверное, я бы и большинство, и половину даже всех своих успехов не сделал бы. Если говорить про предметы в школе, ты по всем предметам учишься хорошо? Да, в школе я являюсь отличником. И мне все предметы безумно нравятся. Я понимаю, что это нужно не кому-то, а именно себе. Это мое будущее. Вот как человек, думающий, в чем ты видишь свое основное предназначение? Свою цель, может быть, вот если так говорить, кредо? Интересный вопрос. Я считаю то, что я, наверное, открою свой какой-нибудь бизнес, стану, откровенно говоря, популярным человеком, и буду стараться помогать, делать что-то для людей. Ну, популярным человеком можно стать и в соцсетях. Да, вот во всех понятиях. В общем, ты хочешь приносить пользу людям. Да. Ну и, конечно, в своей стране. Все верно. Владислав, мне остается пожелать тебе только успеха, только вперед. Я желаю, чтобы твой жизненный путь сложился так, как ты хочешь. Спасибо большое. Спасибо тебе. Спасите наши уши. Именно с таким призывом в программу Вести обратились жители поселка Кавказский. Они пожаловались на стаи бродячих собак. Бездомные животные днем нападают на людей, а в темное время суток ведут ожесточенную борьбу за территорию. В проблеме разбирался Ахмат Халкечев. Это кошмар какой-то. Нет покоя ни днем, ни ночью. Живем как будто в псарне. По несколько раз за ночь просыпаемся на собачьи лай, шум и гам. Самые, что ни на есть, свору бродячих собак бегают практически в каждом районе поселка. И в каждой стае не один десяток озлобленных предательством людей хищных животных. Больше всего нам страшно за своих детей, жалуются люди. Мы боимся выпускать их без присмотра не только в школу, но и во дворах наших уже небезопасно, продолжают они. Меня вот на вот этом проспекте, вот здесь, укусила собака. Хорошо, что обошлось без столбняка, без бешенца, без ничего. Я пошла в поликлинику, у меня обработали ранку. Вот поэтому я хочу, чтобы беспризорных этих собак у нас в поселке не было. Проблеме с бродячими собаками в Кавказском не один год. Но ситуация серьезно обострилась в последнее время. А причина этому то, что некоторые люди стали забывать о человечности и об ответственности за тех, кого они приручили. Все бродячие собаки были завезены с близлежащих сел и овулов, утверждают жители поселка. По трассе ехали, просто выбрасывали собак. Собака упала на задние ноги, ноги у нее не ходили задние. Директор кафе ее выкормил, вылечил, выкормил. Мы и проходить мимо не должны, и в то же время они опасны. Был случай, когда моего собака покусала внука. Полгода нам пришлось делать уколы против столбника. Поэтому очень много собак, и их нужно убирать из поселка. Приверженцев жестких мер в поселке нет. Все против отстрела или других каких-либо негуманных способов решения вопроса бездомных животных. Но в то же время жить под страхом за себя и за своих детей и пожилых людей мы устали, говорят жители Кавказского. Пускай государство какие-то меры принимает. Мы не за то, чтобы собак истребляли. Пускай меры принимают. Мы не против собак, но чтобы людям было комфортно. А вот, насколько я понял, проблема продолжается не первый год, но она обострилась в последнее время. Потому что очень много стало собак, очень много. Раньше хоть одна-две ходили. Сейчас они стоями ходят. Просто стоями ходят. И везде. В поликлинику пойдешь, там нападают. Около дома. Лично вот около нашего дома, как в шарне. Глава администрации поселка Кавказский Мусабай Рамуков, говоря о ситуации с бродящими собаками, признал, что проблема имеет место быть. И что она в последнее время стала весьма актуальной. Но, к великому сожалению, решение проблемы для муниципального бюджета финансово затруднительно. Приют, там, где его содержат собак, две недели стерилизуют. И потом, если они невостребованно выпускают назад, ближайший в Кисловодске, он как бы дорогостоящий. На сегодняшний день в этом году у них цена 10 тысяч, чтобы отстерилизовать и продержать одну собаку. В этом году мы занимаемся тем, что будем искать ветеринара на территории, чтобы стерилизовать. И сколько сможем за счет своих средств, отстерилизуем, чтобы проплода меньше было. И будем искать дополнительные средства, спонсоров. Если найдем, эта работа будет усилена. Ахмад Халкечев, Максим Долгов, Вести Карачаева-Черкесия, Прикупанский район. Курорты Карачаева-Черкесии в новогодние каникулы приняли около 170 тысяч туристов и экскурсантов. Основные направления – Архиз Домбаи и Тибердинский национальный парк. Какие же впечатления у наших гостей республики? Сейчас узнаем. Конечно, здесь очень нравится. Здесь даже если вы не катаетесь на лыжах и сноубордах, вы можете прийти со своей компанией, спокойно здесь отдохнуть, просто подняться на канатки. Очень красиво, воздух и атмосфера просто сногсшибательная. Приезжаем сюда не меньше трех раз за зиму. Это самый ближайший к нам курорт, но не поэтому мы приезжаем. Здесь классный сервис, не хуже, чем в Сочи, мы считаем. Но при этом еще держатся гуманные цены, красивый пейзаж. Очень мы любим Архиз за это. И вообще народ очень дружелюбный. Приехали сегодня утром. Выбрали время, взяли отпуск, видите. Чтение людей мало, снежок вот так красиво идет, погода бомба просто. Вот советую, ребята, Архиз. Вот Архиз хорошо. Ну это вот конкретно. Огромное количество трасс, интересные сложности. Всякие, два склона, можно кататься куда угодно, как хочешь. И сегодня будни, людей очень мало, это на самом деле хорошо. Без очереди, просто пролетаешь, покатался, пролетел, прокатался. Целый день катаешься, понимаешь? И радуешься жизнью. Мы из Симферополя, республика Крым. Первый раз приехали в Архиз. Посмотреть, что здесь у вас происходит. Нам очень понравилось. Планируем еще отдыхать у вас постоянно. Трассы хорошие, подготовленные. Не уступают совсем Красной Поляне. Поэтому крайне рекомендуем. Очень много трасс для начинающих. Я из города Новороссийска. Здесь уже не первый раз. Мы многодетные, у нас трое детей. Все время ездим сюда, каждый год. Очень нравится. Цена и качество, считаю, вообще просто на высоте. Погода всегда замечательная. Сезон только, когда первый день открылся. Мы уже открывали в прошлом году. Сейчас буквально после праздников приехали еще раз. Все замечательно. Архиз очень нравится. Всем рекомендую. Впечатления положительные. Нам все нравится. Хорошие трассы. Хорошая, достаточно погода. Все классно. Очень нравится приезжать на курорт Архиз. Очень часто бываем здесь. Здесь великолепного уровня курорт. Прекрасные трассы. Каждый раз, когда мы приезжаем, видим что-то новое. То есть курорт не стоит на месте. Курорт развивается. Это очень приятно. Очень вкусная кухня. И мягкий климат. Но самое главное – это гостеприимство местного населения. Поэтому с удовольствием сюда приезжаем. Мы будем еще приезжать. И рекомендуем всем, если вы никогда не были в Архизе, вы испытаете огромное удовольствие от очень современного и гостеприимного горловыжного курорта. Уже пять лет к вам ездим. И хочу сказать, это один из самых лучших курортов на самом деле. Да, и каждый раз все лучше, 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 лучше. Трассы, отношения, люди – все хорошо. Спасибо. Я рада была встретиться с вами, нашими телезрителями. Желаю вам только добрых вестей и положительных эмоций. А в 14.30 вместе с Сашимезом Пхешковым смотрите «Вести». Хорошего дня. До завтра на канале «Россия-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова